Приветствую вас, мои дорогие зрители! На связи Яна Федорова. Сегодня покажу вам еще один способ стимуляции листа глоксинии, чтобы листочек наконец-то пророс и дал детку. Вот здесь у меня укоренился листик глоксинии, сидит уже давно, уже 4 месяца, и никаких подвижек на прорастание. Сам вроде бы нормальный, живой, но никакой детки и близко не видать. Я уже показывала вам несколько способов с гиберелином и с обламыванием листа. Есть еще один способ. Так, она немножечко у меня подсохла. Я ее немножко подолью, увлажню. Ставлю ее обратно в этот пакетик. Все. Закрываю. То есть так, как она и была, я ее просто немножко полила, потому что я посмотрела, сегодня нашла такой экземплярчик, а он чуть-чуть подсох. Но все-таки столько времени стоял без полива и ничего. Ну, в общем, следующий способ стимуляции листа, это с помощью темноты. Я поставлю вот этот вот стаканчик с этим листочком просто в темный шкаф, в темноту. Неделю она где-то должна постоять, сам листочек должен погибнуть, ну, отгнить, засохнуть, а через некоторое время уже с помощью такой стимуляции темнотой должна появиться детка. Прошло 8 дней, и вот достала я свой стаканчик из темноты, и там уже вот такое дело. Материнский лист уже отгнил, как и положено. Нужно немножко зачистить здесь сверху. Мох у меня тут подрос тоже. Если немножко подсохла земелька, то увлажнить ее. Все, можно вот так оставить. Главное поставить сейчас на яркий свет, под воздействием яркого света и полива, то есть мы выращиваем, как обычный цветок, поливаем и ставим на солнечное место. Глоксиния очень скоро начнет прорастать, давать маленький росточек. Буду караулить, когда же он появится. И вот, смотрите, через месяц уже показался росточек. Такой хороший весь, нормальный, здоровый. Может и дольше, может месяца два не показываться. Но не расстраивайтесь, не отчаивайтесь, все равно дожидайтесь. Можно его оставить так, прям в этом стаканчике я иногда частенько оставляю, прям в стаканах расти. Можно пересадить в горшочек, побольше какой-нибудь выбрать. Вот, например, у меня растет уже глоксиния. И где-то через месяца-полтора вырастают вот такие прекрасные розетки и уже зацветают. Это у меня тидея розовая, такой сорт. Вот, дорогие мои зрители, теперь вы знаете, как простимулировать листочки с помощью темноты. Желаю вам удачи во всем, хорошего настроения. Пока!